У меня вышла новая книга, которая называется «Теорема Ферма. Начало алгебры. Теория числа». Это книга сугубо математическая, с одной стороны. С другой стороны, я ее постарался написать таким образом, чтобы она была интересна и обычному читателю, который интересуется историей математики. Историей физики, историей всей нашей сегодняшней основной научной мысли. Я думаю, что у меня это все прекрасно получилось, потому что некоторые моменты этой книги чисто исторически, математически просто завораживают и вносят, опять же, колоссальные уточнения в теорию нашей современной цивилизации. А я уже много раз говорил, что основной моей научной целью, то есть целью моей научной деятельности является как раз воссоздание той самой модели, которая могла бы правильно описывать нашу цивилизацию в историческом и других, может быть, других ее планах. То есть я хочу создать модель, которая могла бы четко говорить, что в таком-то примерно году у нас могли состояться такие-то цивилизационные открытия, изменения и вообще вещи, а в таком-то году, веки или тысячелетии другие. И чтобы историки, опираясь на эту модель, уже, ну скажем так, подгоняли свои вымыслы под реальность, которую эта модель устанавливает. Потому что сегодня в истории, я уже много раз это говорил и повторяю еще раз, и уже много других исследователей на эту тему появилось, в истории очень много фальши и лжи. Эта фальшь и ложь создается и в наше время в угоду религиозному мышлению, религиозной компоненте нашей жизни, которая обслуживает власть придержащих, и она занимается устрашением населения, которое в итоге приходит за защитой к той самой власти. Вот для чего нужна религия. Но до ее появления не было никакой религии, естественно, но и не было никакого страха. И власть, как таковая, в сегодняшнем размере, то есть, знаете, вот эти все глобалисты, все эти ЕС и тому подобные, ООНы, ведь и ООН не существовало, и никто от этого хуже не жил. Так вот, самая большая проблема установить, когда же появились наши некоторые научные данные, знания, которые позволили бы нам описать правильно появление других, зависящих от них, научных и технических решений. Например, я вам приведу простейший пример. Все вы знаете, наш курс математики начинается в школе с того, что вам впаривают, в прямом смысле впаривают, ребенку впаривают то, что якобы в какой-то древней Греции жил какой-то Пифагор, он был уже якобы ученым, и тогда уже он написал свою теорему Пифагора, которая до сих пор является гениальной. Так вот, это полная, полная лабуда. И в своей книге «Теорема Ферма» я, помимо того, что показываю правильные и неправильные стороны теоремы Ферма, я еще и показываю историю математики к тому самому году, когда была теорема Ферма создана. Это примерно 1637 год по официальной истории. Дело в том, что к этому году, я немножко коснусь этой темы, не было даже в сознании человека тех операций математических, которые могли бы привести к созданию теоремы Ферма. Не было понятия степенной функции, не было понятия размера пространства большего двух. То есть, ни Ферма, ни Декарт, ни тем более ученые до них, они вообще не знали, что может существовать трехмерное, четырехмерное и так далее пространство. Все их выкладки сводились к квадрату, квадрату величины, который они наносили на плоский лист, на плоскость. Они плоскость воспринимали, как второй размер нашего реального пространства, и этим все ограничивалось. Так вот, во времена того самого Пифагора не было известно никаких степенных взаимоотношений, и самое главное, что не было известно даже, даже математической нотацией. Она появилась уже в 17-18 веке. То есть, выражение типа теоремы Пифагора или теоремы Ферма просто было невозможно записать и осознать в голове. Не было таких инструментов. И самое интересное, что в теореме Ферма использовались совершенно другие подходы к числу. Почему книга называется «Теория числа», потому что в этой книге я впервые дал теорию числа, собственно, теорию числа. Вы, наверное, удивитесь, я тоже удивлялся этому делу, потому что теории числа до сих пор не существует. Математика и физика танцуют свои все остальные теории независимо от этого определения. То есть, что они кладут в основу своих построений, неизвестно. А в результате, поскольку я этой темой занимаюсь уже много лет, я вот эту книгу «Теорема Ферма» начал создавать, начал писать 15, а может быть, даже больше лет тому назад. Я когда позвонил своим математикам, которые поддерживали меня и поддерживают в этой деятельности, они даже удивились, говорят, когда это было, когда мы все это начинали только обговаривать. Да, это было более 15 лет тому назад. И сама книга, она небольшая, всего 107 страниц. Это как бы минимальный объем, минимальный, наверное, я не знаю, но если такой существует, минимальный объем того, что можно назвать монографией, книгой. И вот в этих 107 страницах уложены три темы «Теорема Ферма». Еще раз повторяю, полный взгляд вместе с историографией вопроса. Второе – это начало алгебры, потому что есть моменты, которые из этой книги вытекают применительно к началам алгебры. Ну и третий, самый главный – это теория числа. Определение понятия число у меня в итоге заняло две страницы. Там есть как компоненты геометрические, как философские компоненты, так и другие. Все в этой книге дано очень кратко и очень по существу. Есть интересные моменты, которые сейчас я вам скажу в виде такой, знаете, математической загадки. Вот, например, вы и мы, и я, естественно, мы все привыкли к тому, что дважды два равно четыре. То есть квадрат любой величины нам сегодня заявляется равен другой какой-то величине. Ну, например, квадрат двойки равен четырем, квадрат тройки равен девяти и так далее. Так вот, это возможно только в случае того, что человек не имеет теории числа. Он не понимает, что такое двойка и что такое возведение двойки в квадрат или тройки в квадрат или любого другого числа. Он думает, что это действительно какие-то алгебраические, то есть безразмерные движения. Но на самом деле, когда начинаешь буквально исследовать этот момент, этот вопрос, в том числе и исторический, то получается очень интересная штука. Сегодняшняя математика вся пришла к выводу подспудно, то есть как бы не озвучивая это, но применяя это всегда. Так вот, она пришла к выводу, что квадрат любой величины равен нулю. Невозможно умножить двойку на двойку, тройку на тройку, четверку на четверку. Невозможно. И вы все прекрасно знаете, почему. Те, кто математику проходил в школе, в институте, вы все прекрасно знаете, что такое умножение всегда должно по нормам математики, по законам математики и физики привести к нулю. Естественно, в школьных тетрадях, когда вы видели таблицу умножений на задней обложке, там уже все сделано так, чтобы обойти этот закон и обойти его правильно. Просто люди, не имея теории числа, делая даже вот такие таблицы, как таблица умножений на задней странице тетради, обходят этот закон, но не осознают этого действия, которое они совершили. Я вам коротко объясню, поскольку это не является основной мыслью моей книги, а просто это сопровождение всех остальных мыслей. Я вам коротко объясню. Дело в том, что у нас все величины, которые есть в физике и математике, являются векторами, если они отличны от единицы. Вектор – это любой отрезок, который направлен в сторону увеличения своих значений. Поэтому число 2 – это, естественно, вектор. Другое число 2 – это тот же самый вектор. А вы прекрасно знаете, что умножение вектора на другой вектор должно еще учитывать синус угла между ними. Так вот, если вы двойку умножаете на двойку, синус угла равен между ними нулю. Поэтому результат равен нулю. Но когда вы смотрите на таблицу умножения, расположенную на задней обложке тетради, вы видите, что там один множитель расположен по горизонтали, а другой множитель расположен по вертикали. То есть, одна двойка, та, которая по вертикали, повернута на угол 90 градусов по отношению к той двойке, которая расположена по горизонтали. Синус 90 градусов равен единице. Поэтому такое умножение нам дает число 4, которое расположено по биссектрисе этого 90-градусного угла. То есть, люди автоматически преодолели эту ошибку, но теории под ней еще нет. Поэтому я дал это такое вот отношение к квадрату величины в качестве теории в своей этой книге. Ну и, естественно, показал, что такое число само по себе, потому что это очень сложная величина. Число, чтобы в двух словах вам объяснить, что это такое, это отрезок круга. То есть, у вас есть, например, круг какой-то, это единица. И когда вы говорите, что вот у вас есть двойка, например, десятиричного числения, то это значит, что вы взяли сначала эту единицу, круг, разделили на 10 равных частей, а потом точку, которая соответствует двум частям, вы уже выделили в ту самую двойку, которая теперь у вас есть. Это получается, что та самая двойка является у вас, во-первых, дугой, во-вторых, если таких двоек будет 5, то есть 10 единиц, то у вас будет полный, полный нулевой замкнутый цикл того самого пути или того самого, ну так скажем, делимого в виде единицы, которая у вас была до этого. Ну и так дальше все остальные системы счисления формируются. То есть, наша сегодняшняя единица, двойка, тройка и четверка, это не какие-то последовательности, которыми мы просто так считаем от фонаря, а это части круга, части круга. И записывать их правильно, например, единицу правильно писать, одна десятая, двойку, две десятых и так далее, чтобы внизу был виден тот самый числовой вариант, который является основой исчисления. Мы так, кстати, и делаем в ряде случаев, когда, например, применяем градусы. Вот градусы – это то же самое, что я сказал, только единицу, круг целый, мы делим на 360 частей, и каждая часть является градусом. Поэтому мы пишем сверху значочек градусы. То есть, мы знаем, что два градуса – это две триста шестидесятых. И вот из этой полностью такой компоновки счисления идут все возможные различные варианты математических последствий, которые в ряде случаев мы уже преодолели, как ошибки, а в ряде случаев эти ошибки продолжают встречаться. Приведу самый яркий пример этих ошибок. Это когда так называемые французские какие-то в 18-м или 19-м веке исследователи, они измерили какой-то меридиан, то есть, это окружность меридиан, разделили его на 40 миллионов частей, и у нас теперь получился метр, один метр. Он по значению равен одной сорокамиллионной части французского меридиана, то есть, проходящего через Париж. Получается так, что если один метр, а он уже является дугой, мы умножаем на 40 миллионов его вариантов, у нас получается полный круг. И этим полным кругом, что бы мы ни делали, как бы мы его ни прикладывали, мы не можем измерить длину пути большую, чем половина хотя бы этого круга, потому что после половины этого круга, после 20 миллионов его частей, вся длина начинает поворачиваться назад. Я думаю, что вы понимаете. Поэтому, когда нам говорят, что до Солнца 145 миллионов километров, это значит, что до Солнца всего лишь 3 целых вот таких круга и какая-то часть в остатке. Я уже делал тогда давно, уже года 3 или 4 тому назад на эту тему свой ролик, когда впервые показал, что до Солнца всего 3,5 тысячи километров. После этого ролики посыпались, как из ведра изобилия у других авторов, и почти все показали, что порядок правильный, где-то от 3 до 5, ну, может быть, от 2 до 6 тысяч километров до этого светило. И дело в том, что это не какие-то произвольные понятия, а это физика реальных событий. Когда мы смотрим куда-то, на какое-то Солнце, на Луну, на какой-то свет звезды, мы должны понимать, что этот свет идет по круговой орбите. Не по эллипсоидной, как опять в случае с ошибками, с разными говорят наши сегодняшние, там, некоторые ученые в кавычках, а именно по круговой орбите. И пока он свои эти круги нарезает, неизвестно, сколько он нарежет кругов, и этот источник может нам казаться невообразимо далеко, но на самом деле располагаться с нами в соседней квартире. Я условно, конечно, говорю, и как пример вам приведу, естественно, видеокабель, который куда бы мы ни проложили, ну, например, вот у нас второй конец кабеля находится в Америке, а все равно, все равно нам будет казаться, что все это рядом. Или наоборот, мы можем проложить кабель одним причем туда и вернуть его сюда, к себе в соседнюю квартиру, и нам будет казаться, что такая длина кабеля, там, грубо говоря, 20 тысяч километров, она вот до самой Америки доходит, и там где-то теряется, и мы даже не будем знать о том, что мы смотрим на своего друга, товарища, который сидит в соседней квартире. То есть я к тому, что никаких прямолинейных расстояний, движений и тому подобного в мире не существует, все достаточно сложно, и чтобы эту сложность траектории понять, чтобы эту сложность траектории понять, нужно сначала иметь теорию числа. То, что я и дал в этой книге. Ну и самое главное, теорема Ферма, вы сами почитайте, потому что там очень много интересных вещей. Дело в том, что к моменту ее формулировки, я только одну затравочку скажу, наука на Земле не знала вообще ни одного математического действия. Нам все время парит, что вот такие великие математики, особенно математики типа арабов, ну это настолько все смешно, когда начинаешь проверять достоверность всех этих выкладок, попадаешь сразу на середину 17-го, 17-го века, когда еще не было ни системы координат, ее потом Декарт создал, не было нотации, нотация это запись математической формулы, ее не было, ее не существовало, ее потом в 18-м веке создали, не было понятия, чтобы цифрами или буквами записать какое-то явление, такого не было, потому что не было еще цифр, буквы были, а цифр не было. В 17-м веке даже Библия еще внутри себя использовала только буквы, то есть нумерация страниц осуществлялась буквами, а не цифрами, и нумерация текста тоже осуществлялась буквами. Естественно, никаких ни римских, ни арабских, никаких цифр тогда еще не было. Просто сегодня, когда нам маркируют какие-то памятники какими-то древними эпохами, то эти историки лгут, они подгоняют вот эту ложную свою историю под свои религиозные нужды. В реальности этого не было, они не смогли даже, я уже сказал, записать задним числом в своих старых библейских вариантах, чтобы там были цифры. Даже этого не смогли сделать. И куча всех других есть доказательств на эту тему. Более того, не было еще понятия в 17-м веке понятия переменной. То есть, например, вот буквочка Н, буквочка Х, то есть как мы сегодня записываем элементарные, совсем элементарные наши выражения. И самое главное, что все числа, над которыми трудились ученые в то время, и которые они описывали какими-то своими понятиями, вот эти числа у них представлялись только с одной научной стороны. Они их изучали как фигурные числа. Посмотрите в Википедии, что такое фигурное число, и вы поймете, в чем тут фишка. И сегодня, когда я вот залез так глубоко в эту тему, и наконец-то раскопал то, что я хотел в ней раскопать, и то, что было необходимо для освещения этого вопроса, оказалось, что те ученые, в том числе и Ферма, описывали фигурные числа. И в итоге известна золотая теорема Ферма, золотая теорема Ферма, еще раз повторяю, ее название, которое полностью записано словами и касается фигурных чисел. И ее текст, формулировка этой теоремы золотой теоремы Ферма, полностью идентичен тексту так называемой великой теоремы Ферма. То есть, ничего он из того, что сегодня нам преподают, не делал. И самое главное, что в те времена, когда жил и творил Ферма, он этого сделать, у него не было на то математического аппарата. Ни у него, ни у его коллег. И последнее, что меня больше всего, как бы, знаете, так, по-нехорошему взбесило в науке того времени, сегодня, значит, ко всем людям, которые занимаются изучением какого-то вопроса, начинают предъявлять какие-то требования, знаете, вот такого, есть ли у тебя такой диплом, есть ли у тебя такая корка и другая какая-то корка, а вот Ферма, который в основе всего, Декарт, который тоже в основе всего, они не имели никакого математического физического образования, в то время его, во-первых, не было, во-вторых, они не стремились его получать, они все были по своему образованию юристы, юристы, естественно, все они были приписаны к религиозным домам соответствующего ближневосточного племени, и почему-то вот им на таком уровне, когда они писали всевозможную билиберду, если это, конечно, они писали, почему-то им разрешено быть, знаете, такими самоучками, а все остальные народы должны сбиться гуртом в какой-то дальний угол и говорить, не-не-не, вас нельзя, вас нельзя пускать к большой науке, вы же самоучки, а наши самоучки нормальные самоучки, а вы, вот как самоучки, нехорошо это. Это, конечно, меня, честно говоря, всегда очень сильно волнует, потому что односторонний подход, особенно к русскому человеку, мы сегодня видим это и по международной политике, и он, этот односторонний подход, существовал всегда, и основа его, этого подхода, опять же, религия, потому что все эти Декарты и Ферма, все они являются теми, на ком основана современная религия, которая исказила представление о Земле, о космосе, о нашей жизни, о человеке, и которая легла в основу расизма, фашизма и русофобии на долгие века. Ну и чтобы закончить такой рекламный фильм, я вам скажу, что эта книга, она позволит структурировать вам свои мысли, и тот, кто, конечно, хоть раз задумывался над проблемой теоремы Ферма и вообще над историей математики и физики, очень многое для себя осознает из того небольшого объема, который дан в этой книге. Объем небольшой, 107 страниц, но посыл, он фундаментальный, вы уже начнете в некоторых исторических моментах, которые будут вам, условно говоря, вешать на уши религиозные не товарищи, вы уже сможете находить легко ту самую фальшь, которой они пытаются вас пичкать. Ссылку на издательство, в котором вышла моя книга, я дам в описании к этому фильму, и первые 20 экземпляров книги я во вторник ближайший подпишу, можете получить эти книги с моим автографом. Многие знают эту традицию, я ее сохраняю для вас. Экземпляров Экземпляров Экземпляров